Господи, это у людей окно. Вот так, убогенько. Поднялись почти на самый верх, и здесь нас ждёт. Вот такая красота. Эта бляха-муха, что за дикость такая? Друзья, идёт вот такая вибрация. О-хо-хо! Пожарных рукавов нет. Ключник, главный человек. Аквелон, красавчики, молодцы. Ай-яй-яй. Почему первые этажи не очень будет покупать? Потому что вот твоя лоджия, и ты прямо смотришь на газон. Мох пошёл. Курятник третьего паркинга. Я, честно говоря, в шоке. Надо вначале думать, потом делать. О, смотрите. Строительный беспредел. Ну, вот видим, качество, да, какое вот он. Больше ничего нет. А, то есть вначале сдаёте, а потом ещё и территорию доделываете. Я правильно понимаю? Да, да, всё в процессе. То есть хотите получить мои денежки за квартиру? Конечно. А я переживаю, что мне мошенники будут писать. В первую очередь зона, там уже не ДДУ будет, а предварительный договор к углепродажам. Мы просто, видите, покупаем готовые участки с разрешением на строительство. Ключи в порядке очереди там, соответственно, ориентируйтесь, это весна. Добрый день. Группа отвела. Меня зовут Алина. Чего могу вам помочь? Ну, двор просто печалька. Единственное, конечно, это вид на лес. Всё. Больше здесь ничего, друзья, нет. Друзья, добрый день. Я Андрей Артёмов. Мы с вами находимся в Приморском районе, во дворе жилого комплекса «Фореста Квилон» от знаменитого застройщика. Сентябрь. Сегодня у нас 26 число, и застройщик его должен сдать до конца этого месяца. Поэтому можно прийти и посмотреть, что и как. Давайте взглянем, как говорится, одним глазком. Сегодня я решил вот так вам показать, где находится комплекс. Вот он, «Фореста Квилон», друзья. И если посмотреть, то рядом огромное количество новостроек. Ариоста, Модум, Полис Приморский, Нью Тайм и многие другие. Ну, соответственно, понимаете, огромное количество жилых объектов, соцобъектов очень мало. Рядом ЗСД, Юнталовский лесопарк. Вот он, друзья. Вот он такой большой, который повырубали. Вот это всё добро здесь настроили. Проезжаем Шуваловский проспект. И вот здесь всё. Здесь раньше просто было всё в зелени. Ну, сейчас, соответственно, ничего не осталось. Всё повырубали и настроили большое количество домов. Что ещё хочу вам показать? Смотрите, я когда снимал сейчас объект, вы всё сами увидите. Меня удивило, что во многих квартирах люди делают ремонт и получают ключи. При этом на сайте Минстроя Российской Федерации, вот он, видите, друзья, нет данных о том, что сдали дом. Застройщиком является Северо-Западный Норд-Девелопмент, группа компании «Аквилон», два строящихся дома. Один должны сдать в третьем квартале 2022 года, то есть до конца сентября. А сегодня 6 октября, друзья. Второй до конца года, то есть четвёртый квартал. Открываем, смотрим. Если есть акт ввода в эксплуатацию, то здесь это будет написано. Здесь есть только проект. Видите, уже красным горит то, что здесь, соответственно, они что-то прошляпили. То есть не что-то, а сроки прошляпили по срокам. А также я зашёл на сайт Аквилона. Вот он, смотрите. Надо внимательно всегда смотреть рендеры застройщиков и делить это на 100. Потому что они, как правило, не соответствуют действительности. Я вот не помню, чтобы вот столько было зелени. Даже если представить, что вот это юнтловский заказник. Но вот если здесь посмотреть, видите, что у застройщика, так, велопарковки, арт-объекты. Но арт-объекты не нарисованы какие, непонятно, что имеется в виду. Но здесь только трава и асфальт. Вы видите, увидите, что здесь одна парковка и ничего нет. Вот здесь какой-то должен быть дворик. Но вот когда сдадут в конце года, будет понятно. Всё остальное куча воды. И ничего, в принципе, хорошего нет. Номер телефона. Давайте звоним. И поговорим с застройщиком. Добрый день, группа Квелон. Меня зовут Арина. Чем могу вам помочь? Арина, здравствуйте. Меня зовут Андрей. А у меня есть несколько вопросов по Фореста Квелон. Андрей, очень приятно. Вас интересует приобретение квартиры? Да, меня интересует приобретение квартиры. Я просто хотел приобрести квартиру уже в сданном доме. Но посмотрел информацию, но он у вас почему-то ещё не сдан. Хотя мне сказали, что он сдан. И где правду искать? Андрей, подскажите. Андрей, подскажите. Вас интересует одна комнатная, двухкомнатная? Одна комнатная. Одна комнатная? Да. Отставайте на линии, соединяю вас. Благодарю. Андрей, подскажите. Меня зовут Илья. Андрей, здравствуйте. Да, Илья, здравствуйте. Меня там однокомнатная интересует Фореста Квелон. Но я очень переживаю и хотел приобрести квартиру в сданном доме. А мне... Ну, у нас сейчас в первую очередь уже сдаётся. В принципе, поэтому... Да у нас до конца года полностью он сдаётся. Тут вопрос просто получения ключей. Начало года, либо весна. То есть он сейчас уже сдаётся, и я сейчас, если куплю, то сразу могу ключи получить. У меня наличные. Ну, дом вводится в эксплуатацию, и на передачу полгода идёт, шесть месяцев. Сдали уже этот дом? Да, уже сдали. Вот я получил ключ от заказчика. Поэтому тут вопрос... Просто там уже внутри ремонты делают люди, я посмотрел. Не люди делают, там ещё ключи ещё не начали выдавать. Это просто у нас комплекс сдаётся в предчасовой отделке. Это там доделывается внутренняя отделочная работа. То есть у вас там получается в внутренних отделочных работах, то есть уже квартиры с ремонтом, где там ламинат кладут, стенд? Нет, 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 нет. Это предчасовая отделка. Будет сделана стяжка пола, да. Стены выровнены, отштукатурены. Разведена будет электропроводка. Одна металлическая дверь ставить. Вам только вот как раз, да, вот останется, что там поклеить обои, там посылку, ламинат постелить, в санузле кафель, ну и сантехнику поставить. Странно. Просто я как раз зашёл там в квартире ремонт делали, я понял, что сдано, потому что у них там всё в ламинате, в обоях. Нет, 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 это, возможно, клиенты, когда покупали, дозаказывали отделку, им просто делают уже отделку. А, то есть у вас можно дозаказать отделку? Да, 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 15900 дополнительно стоит. То есть я могу купить однокомнатную квартиру, 15900 это квадратный метр стоит, правильно я понимаю? Да, абсолютно верно, да. И мне сделают отделку? Угу. Да, у нас же здесь все макеты как раз, всё, да, посидим, посмотрим, подберём планировки, по макету всё покажем. Я правильно понял, вот если я, например, завтра к вам приехал и сразу купил и оплатил, я ключи когда получу? Ключи в порядке очереди там, соответственно, ориентируйтесь, это весна, полгода на передачу ключей идёт. А почему так долго? У вас же там дом уже построен. Слушайте, это вообще в принципе везде у всех застройщиков. После ввода и в эксплуатацию 6 месяцев на передачу ключей. Ну как-то долго, если всё уже готово, странно. Я просто, видите, хочу уже сразу оплатить и въехать. Я очень переживаю, что вы потом просто мне не дадите ключи. Скажете, форс-мажор и всё. Ну нет, форс-мажоров никаких нет, мой, извините. Крупный застройщик. Ну на сегодня-то нет, а завтра скажут, что форс-мажор в стране, и я останусь без квартиры. Я не хочу попасть на квартиру. Нет, нет, такого нет, не переживайте. Я переживаю, просто вы сейчас говорите, просто это ваши слова, а как это? Нет, 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 но вы можете мне за последние 2-3 года рассказать, где какой-то застройщик не выдал ключи людям? Я не знаю. На слуху что-то есть такое у вас? Просто такого уже нет. Уже эти времена закончились, поэтому все строят поискровщатам, поэтому все дома строятся, сдаются, потому что только после сдачи дома деньги застройщик получает клиентов, они дают и лежат на электронной ячейке. Они не у застройщика, поэтому застройщик строит за свои деньги, не за ваши. Поэтому здесь переживать не надо. Поэтому тут надо приезжать, выбирать квартиру и покупать. А это мы сможем завтра с вами сделать у нас в центральном офисе. Как раз у нас там это метро Фрунзенская, прям смотрите, удобно, просто если без машины, выходит у нас прям офис, там прям вот, покажу сразу два комплекса у нас здесь, бизнес-класса построена наша, просто увидите, как мы строим. Ну и в офисе, соответственно, по макету. Я просто, смотрите, зашел на сайт Минстроя России, и здесь вижу, что у вас 19 домов из 51 введены в эксплуатацию с задержками. 37% случаев нарушения сроков. И я вот сильно запереживал. Это что за сайт такой, новострой? Это не новострой, это Минстрой России. Министерство строительства Российской Федерации. Так, и какие там объекты у нас введены с обождением? 19 объектов? Ну, я не знаю, какие. Вот, например, этот я вот сейчас открываю, и там у меня... Здесь горит уже красненьким, он показывает, что вот в эксплуатацию должен был быть в третьем квартале 2022 года. То есть вы должны были получить разрешение на ввод в эксплуатацию до конца сентября этого года. А выдача ключей, согласно проектной декларации, до 31-го, 12-го 2022 года. И в проектной декларации заявлено у вас тоже до 31-го, 12-го, 22-го года. А вы меня сейчас обманываете почему-то? Или Минстрой обманывает и говорит о том, что ключи я получу весной? Некорректно у них указана информация, поэтому вопрос этого хорошего. Почему у них? Это не они указывают, это вы указываете. Я звонил в Минстрой. Они сказали, что сами застройщики заполняют свои карточки. Нет, нет, нет. Там просто, когда мы просто, видите, покупаем готовые участки с разрешением на строительство, но у других компаний и у тех компаний просто, видите, там фиксируются по их срокам сдачи. А мы просто эти сроки, когда у этих компаний покупаем, мы их продлеваем, потому что мы начинаем работу, и они продлеваются. Фиксируются сроки по старым компаниям. Сейчас, подождите, вот я открыл проектную декларацию, прямо там у них все это есть. Пункт 17.2.2. Планируемая дата передачи застройщикам объекта долевого строительства 31.12.22. Это про какой мы сейчас объект с вами? 31.12.22. Про Форест Эквелун говорим. Нет. У него сдача 3 квартал 22 года, а передача ключей до конца года написано. В проектной декларации. Нет. Вот смотрите, если зайдете к нам на сайт нашей компании, да, отрелом, берем, открываем наш ЖК Форест, и видим, в первую очередь, по срокам сдачи, что она сдается в этом году в конце года, и на передачу ключей идет полгода. У нас все на сайте указано. Ну, как-то странно очень. Не-не-не, тут просто... Сейчас, прям секундочку, давайте. Я просто, понимаете, готов купить, но я что-то начал это смотреть, у меня вот, ну, поймите правильно, квартиры не стоят 100 рублей, мне их никто не дает, и в итоге, получается, куплю, вы говорите, весна, тут написано конец года, и непонятно, кто обманывает меня. Вы говорите одно, а я смотрю на сайте Минстрой другое. Ну, вот мне, честно говоря, Минстрой как-то я больше доверяю. Все-таки это министерство, а не застройщик. Вы же частная контора. Вот тут у них написано, смотрите, вот количество этажей 14 вместе с подвалом, количество квартир 930, высота потолка 2 метра 72 сантиметра, количество мест паркинга 198, гостевые места при домовой территории 46, и фотографии есть. Все верно. Все верно. Здесь даже написано, сколько вы квартир продали. 94% квартир вы продали дома. Ну да, там уже практически все у нас распродано. Вот, видите, все сходится. А почему-то со сдачей не сходится. Ну вот поэтому, да, можно зайти у нас на сайте, у нас все написано. Не, ну я тоже могу сейчас сайт забабахать и там написать что угодно. У меня сейчас получается просто риск такой большой, что я останусь без квартир. Какая гарантия есть? У вас есть договор долевого участия? Где вообще можно посмотреть? Так, уважаю, дом у нас сейчас прям секундочку. Повесите, уточню. У нас же сфорик пойдет по ДКТ. Так, а договор купли-продажи основная тогда будет? Да, ну тут уже видите, в первую очередь, там уже не ДДУ будет, а предварительный договор купли-продаж. То есть вы уже получили разрешение на вот эту эксплуатацию, я правильно понимаю? Да, да, по первой очереди. А где вам бы можно с ним ознакомиться? Так, давайте сейчас я уточню. Могу, если что, предварительно вам прислать на почту, если удобно будет. Ой, на почту это так долго идти будет. Почему? Я в другом регионе нахожусь. Не-не, на электронную почту, не письмо. А, на электронную? Конечно, конечно. Ой, надо бы вспомнить ее. А я сейчас тут, смотрите, как вам удобней. Я могу, если что, вам на WhatsApp прислать, да, свою визитку для обратной связи. И, если хотите, могу по WhatsApp его переслать. Ой, WhatsApp у меня нет. У меня вообще соцсетей нет. Так, интересно. Вы так профессионально по всем сайтам министерства уже все просмотрели, изучили, а WhatsApp у вас нет. Ну, уж как так? А я переживаю, что мне мошенники будут писать. А, да нет, вам больше будут банки писать, понимаете? И звоните. Вот я поэтому и не хочу. Террористы, скажем так, по звонкам. Вот я открыл, кстати, у вас написано пункт 2.5 в договоре долевого участия, что застройщик планирует ввести дом в эксплуатацию до 30.06.2022 года и передать объект долевого строительства участнику долевого строительства до 31.12.22. То есть у вас по договору, который на сайте Минстроя РФ, вы обязаны передать до конца этого года квартиру с ключами, а вы мне говорите весна. Весна – это только следующий год. Абсолютно верно. То есть вы продаете квартиру... Квартал 22-го года, ввод в эксплуатацию дома. Он введен в первую очередь. Но разрешения при этом нет ввода в эксплуатацию. Хорошо. А с ключами тогда как бы написано в договоре до конца года. А вы сказали мне до этого весной. Это очень интересная информация на сайте. Скажите этот сайт, посмотрим, что у них там... Вы же там сами все размещаете. Да, вы уже должны были ключи выдать, да, по Форесту? Нет, вы ключи по Форесту должны выдать до конца этого года. А вы мне сказали, что ключи весной только дадите. И еще у меня такой вопрос. А почему у вас банк в Архангельске, если вы в Санкт-Петербурге строите? У нас компания вообще образована в 2003 году в городе Архангельске. Мы оттуда начинали свое строительство Архангельск, Сейродвинск, Санкт-Петербург, Москва. Сейчас мы строим четырех объектов. Ну, и в Ленобласти, соответственно, в Кудрово. Понятно. Поэтому Архангельск. То есть, когда ключи-то все-таки как по договору до конца года, или все-таки это весной, как вы сказали? Кому верить? Полгода после ввода дома. То есть, в этом году я их точно не получу? В этом году ключи... Тут уже просто, видите, там же идет по спискам. Это же не будут же в один день... Не-не-нет. Вот я приехал к вам завтра, сразу своего счета оплатил квартиру, ключи, когда я получу. Просто вы мне сказали до весны, а весна это 23-й год. В договоре, я вот смотрю, написано до 31-го, 12-го, 22-го, что вы должны выдать ключи. Я уже понимаю для себя, что вы меня с договором обманываете. То есть, хотите получить мои денежки за квартиру, а квартиру мне передать в следующем только году. А не дай бог, что случится, я останусь и без денег, и без квартиры. Потом судись с вами в Архангельске. И со сдачи. Вы мне сказали до этого, что еще не сдан, а потом сказали, что он уже сдан. Но при этом разрешение на строительство непонятно, где можно посмотреть. Ну вот видите, вот как вы прочитали правильную информацию, 93% у нас проданы квартиры. По первой очереди дольщики спокойненько сейчас вот в порядке очереди. Их приглашают. А уже получают ключи. А вы сказали мне до этого, что никто еще не получает. А где у вас документы? На сайте можно посмотреть. Вот я у вас на сайте. Я вижу только кучу каких-то картинок. Ой, слушайте, а у вас картинки-то не соответствуют действительности. Я там был вчера и сегодня был, смотрел. Там дворы совсем другие. А вы там это будете доставлять оборудование, там деревья, как вот у вас на картинке? Что там вокруг комплекса такие большие деревья. Вот я смотрю прямо здесь у дома. А и вы их посадите? Конечно. Деревья просто понимают, что их сажают. В начале осени, либо весной. Сейчас определенный есть регламент, когда их высаживают, чтобы они прижились. То есть можно сдать без деревьев, а потом досадить их, да? Да, да, да. И во дворе посадите деревья тоже? А скамейки когда будут? Там просто я смотрел вчера, не скамеек, вообще ничего нет. Арт-объектов тоже нет. Так еще не весь комплекс, да? Все в процессе строительства. Не, не, не. А я вчера был вот то, что как раз вы говорите, сдали. И велопарковок там нет. И ворота еще пока не работают. И там какие-то эти провода торчали в красных штуках. Ну, потому что подготовительные работы идут. В сданном доме? Доделывается, да, будет, ну, конечно. А, то есть вначале сдаете, а потом еще и территорию доделываете. Я правильно понимаю? Да, да, все в процессе. А, и это как раз полгода еще делать будете? То есть все-таки на ключи мне нужно рассчитывать весной только, правильно? В 2023 году? Да, абсолютно верно. А где вот документы у вас на сайте? Я чуть не могу найти. Так, покупателям. А, все, в самом низу. Так, документы. Ну, вот я тут тоже вижу проектная декларация только. Причем она старая у вас. У нас сайте Минстроя свежая. На сайте Минстроя от 8 сентября этого года. А на сайте у вас, Саша, 24.05.19. Вы там вообще, да, не обновляете ничего? Да, ну, я же не занимаюсь сайтом. Нет, ну, вы просто сказали, заходите, у нас там все есть. А где вот здесь я не вижу разрешения на ввод в эксплуатацию? Где мне найти, подскажите. На сайте хороший вопрос. Давайте какие-то вопросы у вас такие основные интересуют. Вот я сейчас уточню, чтобы вам на них ответить. Да вы меня сейчас, честно говоря, запутали. То вначале сказали сдали, потом не сдали, потом сдали. Ключи то весной, то в конце года. Документы в конце года. Не, все-таки не буду вас покупать. Пойду к вашим соседям. До свидания. Ну что, друзья, вы сейчас все слышали. Как застройщик, ну, вот, хорошим словом можно это назвать, жулит. Потому что, я считаю, ни в какие ворота не идет вот этот обман. Вот этого они не посадят. И вот этого, друзья, не будет. Там будет то, что сейчас вы увидите на видео. Поэтому смотрите, пожалуйста, внимательно видео. Подпишитесь на мой канал. Поставьте лайк. И оставьте обязательно свой комментарий. Дворовая территория. Здесь должен быть система допуска. Но, видите, торчат просто провода. Фасад вентилируемый. Видны клеймеры. Очень большое расстояние между плитками. Отмазка у нас, отсыпка просто гравием. Непонятно, что там вообще, если гидроизоляция или нет. Но я помню, на рендерах застройщика тут райские джунгли, как это у большинства из них. Но обратите внимание, пару елочек. Вот привезли тут немножко булыжников. Все, в принципе, здесь больше ничего нет. Ну, первое, конечно, здорово, что большие цифры. Хотя они и черные. Могли бы сделать, конечно, цветные. Лучше бы смотрелось. Но, в отличие от некоторых застройщиков, здесь есть хотя бы цифры. Понимаешь, какой подъезд и какие находятся здесь квартиры. Фасад не отмыт. Смотрится он, по мне, достаточно грустно. Входные группы в уровень землей. Деревьев нет. Кустарника здесь тоже нет. Есть брусчатка. Асфальт. А во дворе будут парковаться машины, драться за эти бесплатные места. Скамейка нет. Даже урн. Ну, вот, напротив мы видим небольшое количество кустарников. В принципе, и все. Ну, и спуск в подземный паркинг. Третий подъезд. Система допуска. Кляймеры пытались, наверное, попасть в цвет. Или просто подбирали. Ну, вот видите, плитка здесь тоже запилена криво все. Где-то не хватает кусков. Уже замятины. Хабарики. Тут просто плитка. Заходим. У нас есть тамбур, форест, аквилон. Антивандальный стекло. Там внутри решетка для того, чтобы его было тяжело выбить, если вдруг. Почтовые ящики. Здесь, кстати, высота уже чуть ниже. Колясочная. Вот здесь, я так полагаю, они хотят, чтобы коляски кто-то оставлял. Я думаю, навряд ли кто-то будет оставлять коляски. Вот здесь система допуска. Видите, здесь для того, чтобы это обслужить, вот здесь такое кривое решение от застройщика. Ну, вот это все белое, оно сразу, знаете, бросается в глаза. Если бы здесь было бы белые стенки, то это смотрелось бы совсем по-другому. Лифты, ну, еще не сдали, поэтому, соответственно, они не подключены. Это у нас оттис, если я не ошибаюсь. Переговорное устройство. Вот такой ящик не к месту. Лифты стоят, расположены вот так. То есть, когда длинномерный предмет затаскиваешь, ну, вот, как обычно, будет все поганить. Потому что строителям обычно пофиг. Указатель первый этаж очень высоко, я бы его чуть ниже поставил. Ну, вот здесь видно, что была влага. Не знаю, топило, либо это строительство осталось. Ну, вот видим качество, да, какое вот он. Вот, смотрите. Просто валится, значит, вода здесь была очень давно. И весь штукатурный шпаклеванный слой, он отходит, отваливается. Лестничный марш. Тут сразу же все совсем дешево. Обычная ограждающая конструкция, грязище. Держится на сварке. Второй этаж. Видите, как халобысь по проводу, и все нормально. И так пойдет. Такая высокая дверь здесь прячут. Коммуникация. Фу, господи. Ох ты. А здесь-то текло-то так неслабо, друзья. Смотрите, все в воде. Вонище стоит каким-то. Кошками пахнет. Какой-то, знаете, здесь такой строительный беспредел. Это, наверное, строители, да, здесь уж контактный номер написали. Без замка пока двери. Что-то вообще из строителей-то не видно. Вообще непонятно, почему это так. Ну, что-то уже, знаете, какой-то настрой неположительный. Вот здесь, я полагаю, специальная комната, где нужно будет прятаться в случае пожара. Есть кнопочка с кем-то связаться. Вентиляция. О, смотри, смотри. О, смотрите. Несколько слоев шпаклевки. Тут была влага. Ну и, соответственно, поэтому все разрушилось. Третий этаж. Ну да, куда же еще надо было вылепить цифру. Надо вначале думать, потом делать. Уплотнитель отсюда просто убегает. Он уже отклеился. Все вот в таком виде. О, сверху что-то думает. Пойдемте-ка наверх. Пару этажей похоже. Там еще должно быть открыто. О, здесь на нем. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Можно зайти посмотреть? Да, можно. Андрей, да. Как звать? Уткир. Очень приятно. Да, для Ютуба будут снимать часы. Ох, какой аромат. Сдали уже этот дом? Да, уже сдали. Вот я получил ключ от заказчика. И ремонт. Как качество, кстати, от застройщика? Ну, качество... По пятибалльной шкале двоечники они? Ну, более-менее. Троечники. Застройщика тройку можно поставить? Тройка. Или меньше? Да, я много дома работал. Я уже семь лет. Ну, от семьи нет, ну, два. Два. Да. Ну, потому что... Вот поэтому они готовы и сдали. Что заказчика будет легкая. Меньше денег тратить за это вот. Ну, можно жить. Что будет? Так, это у нас двухкомнатная, да, квартира? Да, двухкомнатная, да. Это получается от кухни. А вот мы, короче, когда мы получили ключ от заказчика, здесь вообще не качественно был. Пол, снежку, снежка очень хуже был. Мы снимали. Вот видно, да, что вот это новое. Да, да, ответили. Вот здесь более-менее сейчас, поэтому мы решили там. Чтобы сэкономить деньги заказчика. Здесь я вижу у вас эти маяки. Да, маяки мы поставили. Не знаю, они вот так строят заказчика. А штукатурка это от застройщика, да? Это застройщика, поклевка, штукатурка. Ровные стенки или кривые? Стена нормальная. Нормальная. Да, они нормальные сделаны. Под маяк везде. Вот там, смотри, что-то подмечали, да, там, кривовато. А с коммуникациями как? С коммуникациями тоже много. Здесь вот блок был. Вот здесь? Да, вот право-страх. А, вот здесь блок. А мы снимали блок, потому что, ну, хотя бы 10 сантиметров. А, побольше, чтобы было? Побольше, вот. Вот здесь будет туалет. Ну, слушай, так по маякам-то я смотрю, прилично получается выравнивать. Стенка-то, да, они даже из блоков не смогли стенку ровно сделать. Да, но если все равно маяк поставим. Ну, так прилично получается. Да, потому что... А, ну, вот у нас получается верхняя заводка. Вот она, горячая вода, красная труба, синяя. Это, соответственно, холодная, да, канализационная труба, обычная, самая дешевая. Да, от потолок. Это ванна, да? Это ванна, получается, да. Вообще маленькая, на самом деле, ванна. То есть, вот сюда на растиралку, я даже не знаю, сюда ванна-то вообще вылезет или нет. Здесь лезет мало. А, вот сюда, 170, да? Все равно мало. Мало места. Вот если сюда поставить ванну, то вообще... Да, здесь будет синталант. Вот здесь мойку, ну, да, унитаз и, в принципе, все. Да. Как-то так. Так, это что, бетон? Это бетонная. Это бетонная. Да, нормально, я-то смотрю, офигеть, сколько здесь и сколько здесь. Да, вот здесь, 90 градусов. Здесь я уже смотрю, да, вы уже отштукатурили. Угол сделали, да, нормально? Там много пришлось в углу выводить? Да, примерно 3 сантиметра. Да, прилично. Прилично. О, сетку это уже выделали или это застройщик? Нет, это застройщик. Это от застройщика? Ничего себе. Штукатурит сеткой. Ну, это по-нормальному, вопрос нету по штукатурам. Именно по стенкам, то, что они тут здесь говорят. Немножко косячики в пол, на пол. Картон. А, ну, здесь немножко утепляете. О, здесь лучше, здесь свитка. Можно туда выйти, да? Да, конечно, можно. Мы поднимали пол. Ну, и вот, вот, что будет. Ну, да, правильно, потому что, когда ступенька большая. А, это под кондиционер, да, они его вот сделали? Ну, нет, какой-то вот... Или вентиляцию. Базуховод вентиляция. Ну, тут, конечно, на лес классный вид. Там, ДСД уже был дальше. Юнтлова. А, и здесь прикольно, что однокамерный стеклопакет. Ну, да, здесь как раз и просится ее просто утеплить. Утепленно, по-моему, уже здесь. Да, здесь, да. Здесь, ну, потолок тоже готовый. А, что-то там... Да, немножко косящик, но... Там тоже. Застройщик, да? Застройщик. А, ну, вот, авангард принимал, он, видно, тут дефекты, тут дефекты. Они наклейки свои вешали. Застройщика... Ну, для меня, например, минус, то, что вот, ну, сколько тут, 60 сантиметров, но она маленькая, если не меньше. То есть надо было делать шире. Вот этот уголок, ну, блин, вообще, надо было в пол делать стекло. Видно, стекло дороже, чем кусок монолита вылить. Потолки высокие, плюс. Стообразные у тебя. А это кухня, да? Нет, это кухня. А, тоже комната. Комната комната. Плюс 2 миллиметра, 20 миллиметра, 2 сантиметра получается. Ну, отопление хотя бы снизу, подводка. А, вот здесь, кстати, я смотрю повыше. Там уже... О, вернее, повыше, поглубже, и сделали вы в уровень, там же так же, да, сделаете? Да, здесь сантиметр. Ага, ну, кстати, да, сразу зашел, вот этого дурацкого парушка нет. Да. Спасибо большое. Да, не за что. Вот дверь, дверь, как Андрей Артемов. Набирайте, Андрей Артемов в ютубе. О, вот я самый первый. Вот так, друзья, нужно, чтобы все сделали. Спасибо большое, хорошего дня. Хорошей работы. Спасибо. Спасибо. А вы гофру никак не выводите? Просто там датчик, да? Ну, питание? Ну, и сам уже регулятор ставишь, да, гофру тянешь? Да, сам регулятор, но гофру датчик. Надо будет изоляцию сделать. Нормально. Журава будет перезаливать. Здесь пошла трещина по стяжке. Плюс еще стяжка вот так гуляет. Ну, и здесь разрушение. Этот кусок надо в любом случае будет доставать и перезаливать полностью. А выводы выпуска труб водоснабжения у вас приходят сверху. Холодное, горячее водоснабжение. Разводку самостоятельно делаете на санузел и на кухню. Вот у вас здесь технологический зазор между монолитом и веншахтой остался. Для того, чтобы прокинуть их канализацию и трубу водоснабжения. Конденсационный стояк просто пластиковый, обычно установлен с возможностью подключения раковин, унитаза. И с этой стороны еще один полтинник для подключения раковины. Уже на кухне. То есть там мы видели по стяжке усадочные процессы, там трещины, отслоения какие-то. Здесь тоже самое пошло на веншахте. Вот нормальный, естественный звук. Здесь, как видим, уже усадочные трещины. То есть штукатурный слой отстаивается от железобетоновой шахты. Если наносить на него уже чистовые материалы, такие как керамические. Отвалится. Отвалится и все. Плюс адгезия будет очень плохая. Видите, вон трещина пошла. Сюда трещина идет. То есть это все надо будет... Вот это все надо будет сбивать и перештукатуривать обязательно. Вот здесь идет распред-коробка. Даже визуально видно по стене. Пузико, видите, да? Вот. Это во-первых. Во-вторых, есть наличие густения. Это отслоение. Плюс неровность. Санузел локальной неровности штукатуренной поверхности на ближней стене 10 мм. То есть снизу нанесено на сантиметр больше, чем кверху. 102. Ух ты. А здесь плитка будет? 100 см перепад. Пускай... Если есть вариант взять материалом для выравнивания самостоятельной поверхности, это самый лучший вариант. Если они вам будут только шлифовать, либо наносить, большая вероятность того, что просто будет хуже. Вот здесь на сантиметр порога выше, чем во всей плоскости. То есть здесь 10 мм перепад на стяжку. Вот эти элементы. Это от ваги. Штука только гипсовая, она имеет поры. Поры расширяются при попадании влаги. Так здесь. Вроде не импультир. То есть достаточно будет просто вышку. Подожди, я еще сфотографируюсь. Сейчас сфотографирую. Завершаем осмотр. Вносим последние показания. Это поливентиляция. С вентиляцией вопросов нет. Получилось у нас 18 замечаний. Комплекс Форест пришли принимать с собственниками квартиру от застройщика. Собственно, вот она. Включаем вот такое отверстие возле входной двери. Сначала, возможно, многих задаст вопрос, для чего же она. Как видим, здесь реализована система без замков полностью. Личинка замка выполняет функцию ручки входной двери. И, собственно, у нас у всех возникает вопрос, как же открыть входную дверь. Все очень просто. Вы попадаете в квартиру с помощью этого отверстия. Там находите завертку ночного столяжа. Открываете ее. И после этого мы с вами можем открыть дверь не с первого раза. Сейчас еще раз. Открываем еще раз. Открываем дверь и попадаем в квартиру. ЖК Фореста Квилон. Заходим в жилую комнату. Здесь работает специалист. Разворачиваемся. А здесь сливная труба, которая будет шуметь, когда вы будете спать. Вот это Фореста Квилон. Жилая комната. Еще раз повторяю. ЖК Фореста Квилон. Интересное проектное решение. Стверка просто упирается в белые чашины. Друзья, посмотрели квартиру с вами. Строитель сказал, что уже сдали. Ключи человек получил. Но согласно проектной декларации, там нигде нет информации о том, что объект сдан. Нет разрешения на ввод в эксплуатацию. И по мне это очень странно. Мы видели сами, как качество передаваемой квартиры, то, что там находится внутри, когда строители оценивают с 10-летним опытом цифру 2. Но здесь о чем-то больше говорить, наверное, и не стоит. То есть, сданный объект застройщиков. Мы эти там перчатки оставили свои. Ну, торшняк, конечно. Я, честно говоря, в шоке. То есть, они банкроту, может быть, уже все, что не могут строить. Так, вот сейчас посмотрим, тут открыто или нет. Интересно, что там внутри у них внизу творится. Так, а, это здесь материал кто-то хранит. А, это подсобка. Так, подожди, а где вместо вход? Вот тоже дверь есть, а брусчаточку забыли. Курятник третьего паркинга. Да, паркинг есть, но туда не пройти. Вот скажите, как так можно проектировать? Вот он, вход в паркинг, выход. Почему вот здесь нет брусчатки? Как так сделано? Седьмой подъезд. Ну, и, конечно, большое количество квартир. Основная входная группа, почтовые ящики. Тут колясочная. Очень низко потолок. Здесь, наверное, метра 2-20. Знаете, этаж давит. Вон, видите, форест, аквилон. Ну, видок, конечно, так себе. Так, давайте посмотрим. Здесь вот у нас первый этаж есть. Тут все открыто. Что ж, вот там спрятали-то, аквилоновцы. Я даже не знаю, поедет лифт наверх или не поедет. Давайте рисуем 13 этаж. 12-то не работает. Не, не едет никуда. Ну, да, дом сдали, а лифты забыли сдать. Так, 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 так. Господи, тут можно заблудиться. А, вот сюда надо идти. Так, ну-ка. Барабанная дробь. О-о-о, здесь и есть пожарная рукава. Учесть арсенал недвижимости. Так, вот, все, нашел. Ограждающие конструкции, кстати, смотрятся лучше, потому что здесь нет линолеума, держится крепко. Марш лесичный. Не отмытый. Все в грязище. Второй этаж. Тут нужно быть просто слепым, если не займитесь. Молодцы. Хоть красочкой нарисовали. Ну, конечно, кто-то скажет, типа, здорово, хоть дом сдали, можно получить ключи. Но за такие деньги он этих денег реально не стоит. Я считаю, смотрите, как так. Система допуска. Заходим, предбанник. Такое интересное сделано решение потолочное. Смотрится красиво. Антивандальное стекло. Низкие потолки. Как-то все это, знаете, так поуютнее, поскромнее, чем-то напоминает немножечко отель. Нумерация квартир. Тук-тук. Слушайте, если здесь поставить другую ручку, то я бы сказал бы, что эта дверь такая же, как модум, и только обшивки, что нет. Здесь, видите, есть звонки. Одни из самых недорогих. Студия. Вот тут. Смотрите, даже этот. Вот, видите, это вниз они здесь даже ничем не заделали. То есть здесь должна была быть так же стяжка, но вот уже, видите, так, ну-ка, видно или нет. Мох пошел. Трубы здесь уже обычные. Ну, конечно, обломно, что, знаете, вот они вот так находятся, приходится их зашивать, и это в ванне сразу теряется место. По мне как-то так странно. Ну, и смотрите, да. Почему первые этажи не очень будет покупать? Потому что вот твоя лоджия, и ты прямо смотришь на газон. Супер. О, отсюда прекрасный вид. Смотрите, что я здесь увидел, друзья. Вот сюда. Вы только обратите, как все сделано качественно. Один утеплитель уже давно умер, сверху другой. Как-то это, честно говоря, не внушая доверия у аквилона. Видите, крестик поставили, и брусчатку подложили с ним под низ. Вот там дырки, тут тоже, блин, вообще капец какой-то. Я не знаю, это кабель, это он под напряжением, или это кусок лебедки, тоже непонятно. Фасад, обратите внимание, что он такой. Они даже в уровень напилить не могут. Вот здесь, видите, металл. Как это все сделано. Влага будет затекать. Тут так подрезали, здесь так подрезали. Тут почему-то дырка. Блин, как-то вот. Тут аж вода стоит, но разве так должно быть? Вот здесь должны быть вот такие, не знаю, как они правильно называются, закрывать эти отверстия, штуки, но здесь их просто нет. Вот это снимается после монтажа. Куска двери просто алюминия, вот видите, загнули. Круто так, да? Ладно, давайте дальше пройдем. Двор, конечно, можно смело назвать унылым. Один из унылых дворов этого района. Скамеечка, светительные приборы, в принципе, все. Брусчатка, куда пойти? Где детская площадка? А, ну правильно, зачем детская площадка? Скажите спасибо, что он сдал дом и вам передал ключи. О, а здесь даже про аквилон нет ни слова. Вообще странно как-то. Забыли? Ай-яй-яй. Зеленые ящики. Ну, как-то так. Цвет, конечно. Ну, видно, они под форост. О, а здесь, смотрите, как раз ниже пошло. Ну-ка, лифт работает. А это колясочная. Ну, вот, друзья, как вам колясочная от застройщика? Аквилон, красавчики, молодцы. Классная колясочная. Вот это, друзья, уплотнитель двери. Он просто отсюда хочет убежать. Смотрите, он приклеился уже не туда, куда нужно. Ключом не закрывать. Офигеть. Вот видите, видно, как вытоптали строители, пока здесь ходили. Надо было шлифовать, чтобы грязь все убрать. Ну, Red Bull окрыляет второй этаж. Вот это пожарные датчики. Вот это, то, что мы видим с вами, синие, это колпачок. То есть он не будет работать, пока это есть колпачок, потому что дым не будет попадать. Потому что он его закрывает. Вот так сдают дома. Или еще не сдают. Ключики. Ключник, главный человек. Склад чистку. Господи, господи. Как так? Да. А здесь, видите, забыли выключать и поставить. Но ничего. Управляющая компания, когда придет, за ваш счет все сделает. О-хо-хо. Пожарных рукавов нет. Грязь какая-то, разруха везде. Дверь открываешь. Туда-сюда все ходит. Вот так раз и должно быть все открыто. Загорелся свет. Открыто. Тут ток есть кто дома. Однокомнатная квартира. Совсем небольшая прихожая. Вот сюда только поставить для оперативной обуви какую-то тумбочку. Вот видите, автоматы вынесены. Такой короб здоровый. Спасибо, что подписаны. Кстати, смотрите, рисунки сделаны. Молодцы. Прикольненько. Ванная комната. Труба. Подводка воды. Горячая сверху осталась. Ну как? А, дальше-то получается на кухню сам тоже должен бурить. Так, это комната. Да, это комната, друзья. Комната с большим таким широким окном. У тебя что-то тут проволока торчит. Как вам щель? Смотрите, какая щель классная. Вот тут пленка осталась. Ее потом будешь вытаскивать. И вместе с штукатуркой. Да, вид, конечно, так себе. Аквелон, конечно. Не очень. Смотрю я тут по качеству. А, вот кухня. Ага, здесь есть стояк. Друзья, идет вот такая вибрация. Офигеть. Я иду и чувствую вибрацию под своими 70-80 килограммами. Это клапан приточный. Смотрите, как классно сделали. Вы же строите для людей за деньги, а не бесплатно. Примыкания никакого нет. Очень узкая дверь. Под металлом, не удивлюсь, что дырка. Зато есть, видите, симочки любители поесть. Да. Вот кухня, да, у нас. Смотрите, друзья, у меня сразу вопрос. Ну, первое, как вон наша пена торчит. То есть они примыкания-то так себе закрыли. Толстенный слой просто штукатурки. Здесь тоньше. Труба, переходник. Выход канализационный. А где труба? Где холодная, горячая вода здесь? Хотя бы холодная, не знаю. Ну, вот как мне это самому нужно тащить? Видите, труба заходит только в ванну. Это мне из ванны по потолку надо самому бурить, тащить сюда. Это бляха-муха, что за дикость такая? Ну, раз мы с вами здесь, то сможем измерить высоту потолка. Этого печального строения. 2,70. Ну, вот стяжка, видите, тоже штукатурка здесь нормальная, чтобы было. Так, 307-я квартира. О, тут закрыто. Вот здесь в торцах должны быть большие квартиры. Закрыто. Да, какой-то вид реально печальный. Здесь тоже что-то смыть. Здесь вообще ручки нет. Зато дверь открыта. Тук-тук есть тоже вой? Провода висят, это не датчики, завод воды. Куда у нас получается? В ванную. Тут всё аналогично. Вот такая гидроизоляция сделана от застройщика. Достаточно высоко стоит тройник для подключения к канализации. Стенка газоблок. Санузел. И здесь, видите, вот есть дырка, её по-другому не назвать, под канализацию. И тройник вот у нас, видите, где заканчивается. А дальше вы ведёте сами. Тут хотя бы отверстие большое. Вот вода. Подводка трубы. Хорошо. Это придётся вот чем-то закрывать. То есть, вот как-то, не знаете, вот... Проблема в том, что если ванна вся прямоугольная или квадратная, и все стенки нормальные, без всяких кораблов, это одна история. А когда приходится думать, как всё это зашить, как это спрятать, почему было тогда сразу трубу вот сюда, а не подвести, где канализационный стойк, потому что его точно придётся зашивать, вот эту убогость спрятать. И получается, что у тебя стенка идёт не углом 90 градусов, а каким-то коробом. Ну, по мне, это не очень здоровая, неправильная история. Вот, друзья, санузел. Вот у нас есть дырка. Отверстие технологическое для подводки канализации, а придётся стенку самим долбить, сверлить. Раз комната, большое количество розеток, стенки беленькие, смотрится красивенько. Не знаю, ровны они или нет. Ну, вот здесь тоже, видите, если бы стенки кусок нарастили, то здесь, например, встанет наличник, а здесь нет. Вот здесь нормально, надо было такой же кусок нарастить здесь. Ну, вот придётся людям делать. Вторая комната с выходом на лоджию. А, это кухня, извините, это кухня с выходом на лоджию. Ну, вот за счёт вот этих конструкций, вот таких толстяных стен из-за навесной системы, вот здесь, видите, вот так-то должно быть. То есть они сляпали, надо было сразу убирать, ну, нафига. Кто-то примет, кто-то нет. Вот тоже, смотрите, вот у нас канализационная труба, муфты пожарные есть, вентиляция, вроде всё нормально, а вода-то где? То есть представьте, что вам вот отсюда придётся тащить трубу, то есть вот он, видите, где выход? Здесь, а второй вот здесь, в потолке. Отсюда тащить вот туда, самому сверлить эти стены, не дай бог попасть ещё куда-нибудь в электричество. И вот у нас комната, ещё одна в этой двухкомнатной квартире, здесь со стеной аналогично, видите, вот кусочка не хватает для нормальной установки наличника. Окна. Тут щель чуть меньше. Здесь она вообще просто здоровенная, через поролон туда будет попадать влага при косом дожде. Здесь, видите, всё замели, здесь вот лужа будет самоиспаряться от нагрева. Ну, двор просто печалька, единственное, конечно, это вид на лес. Всё, больше здесь ничего, друзья, нет. Да, красавчики. Да? Как вам, друзья, квартиры? Вот видите. Ну, дверь такая недорогая, но, в принципе, наверное, пойдёт. Отделка, конечно, оставляет желать лучшего, какие-то следы влаги. Ну, что-то вообще по мне... Я в документы смотрел, по документам дом не сдан. Разделают ремонт, и, значит, людям выдали ключи. Вот здесь тоже, вот видите, пуленку до конца не сняли, а после монтажа её нужно сразу снимать. Потому что после того, как по ней уже штукатуришь, уже будет плохо. Ну, тоже здесь окрасили, а стенка вся просвечивается, трындец. Касси-поры. Дверь с входом на лифтовой холл. И когда она будет открываться, будет прямо биться вот сюда. Вот здесь уже есть отпечаток. Никаких ограничителей от застройщика. Красавцы. Поднялись почти на самый верх, и здесь нас ждёт вот такая красота с оголёнными проводами. Интересно, это во всех подвездах, так или только здесь. Ну и вспомните, друзья, рендеры застройщиков, и вот напишите в комментарии, соответствует ли дворовая территория и вообще ваши ожидания тому, что вы увидели от Аквилона. не открывать. Боже упаси, ещё что-нибудь взорвётся. О, это выход в подвал, в паркинг. Ну-ка, тут чё. О, тут тоже. О, тут открыто, друзья. О, штукатурочка лишняя. Ну вот смотрите, какой лестничный марш. Друзья, я смеюсь, потому что разная высота ступеней. О, там какой-то звук интересный. Насосная станция тут открыта. Вот они, насосики. Тут всё в водичке. Вот так, убогенько. АПТ. Блин. Вот нижняя точка. Насос погружной, датчик, куча грязи повытаскивали. Вот видите, красили всё в зелёненький, чтобы было хорошо. Я не знаю, для чего здесь утеплитель на двигателях. Всё открыто. Ну и следы влаги. Вот видите, где вода стояла. И здесь видно, что это всё было. Вот так, друзья. Видите, как качественно сделано всё. Вот, вот, видите. Так должно быть, как вы считаете. И вот здесь вот, не знаю, на камеру будет видно или нет. Но что-то какая-то здесь проблема с потолком. Вот знаете, если бы здесь не было бы машин, были бы деревья посажены, к примеру, посередине, то вид двора был бы совсем другой. Но здесь двор для машин. Здесь я не вижу детских площадок. А детская площадка будет, сейчас мы её видим, вот за этим домом, между двумя секциями, там будет небольшая детская площадка. Когда проектируют земельные участки, то нормальные проектировщики знают, что прямых углов не должно быть, должно быть скошены. Потому что люди всё время срезают. Вот вы идёте, и вам уже хочется повернуть сюда. Почему это надо было вот здесь не сделать? Ну вот, и такого здесь много. Вот здесь, видите, полукруг идёт? Да, нормально. И то можно было больше ещё сделать. Радиус. А здесь, конечно, как-то так. Как будто только оттуда все идут, отсюда никто не идёт. Ну вот здесь, видите, ну а зеленее, не знаю, вот напишите. Мне, например, так себе. Могли бы сделать так, как на рендерах, но видно, это дорого. Ну вот, видите, такие классные конструкции здесь есть. Ёлочки, скамеечки. А, это спортивная площадка, друзья. Вот это спортивная площадка. Не поленюсь, подойду, покажу вам. Одна на всех. Классно. Здесь сидим, курим, а здесь занимаемся спортом. Ну, правильно, зачем нам спорт? Лучше откроем ликероводочный магазин на первом этаже. Ну, вот здесь, если смотреть вперёд, то сразу же бросается первое в глаза. Это супер качественный утеплитель от застройщика. Смотрите, как всё ровненько сделано, хорошо. Вот она, детская площадка. И пока что она закрыта забором. Соответственно, когда введут в эксплуатацию, то ваши дети смогут только наблюдать через этот забор и плакать и говорить «Папа, мама, ну, когда же я поиграю на этой классной площадке?» Ну, я не знаю, даже назвать её можно ли классной. Вот здесь горка с домиком. Вот здесь посидеть, отдохнуть, типа под навесом, позагорать. и впереди мы видим качельки, большую песочницу и всё. Вот видите, какой утеплитель, смотрите. Один уже на солнышке выгорел, сверху новый, прилепили, нормальный, так пойдёт. всё должно быть ровно, грибки вот так нельзя продавливать утеплитель, он должен быть заподлицем. Вот видите, вот, например, как вот здесь сделано, вот здесь оно нормально сделано, верхний слой, а вот здесь, видите, очень сильно пережали. За счёт этого происходит деформация утеплителя, и он, соответственно, теряет свои свойства. Но потом всё это закроет убогим фасадом, и вы уже ничего не увидите. Да, вид, конечно, такой, удручающий, какой-то. Господи, это у людей окно, друзья. Это ещё какой-то жесткач. Офигеть. Ух ты. Это у нас в подвал, вот он утеплитель, смотрите. Просто даже не приклеен, там дырение, нормально. А здесь у людей окно, классный вид. У нас самое дорогая квартира. Вот как-то, видите, вот углы не могут зарезать, чтобы нормально. Вот здесь видите, тоже куча стыков, почему так всё криво, косо. Я не понимаю, вот здесь всё это торчит. Здесь уже всё в ржавчине. Это новый дом. По документам нет ещё разрешения на вот в эксплуатацию. Вот-вот должны выдать вот это. Вот сюда, как считаете, будет затекать вода? Вот сюда продувать всё. вот здесь тоже, смотри, какая дырень. Тут уже всё замучено, то есть от скотча или от чего-то. Ну, наверх вообще лучше не смотреть, всё криво, косо. Спуск. Смотрите, как ступени повыедало. классно, сделали? Спуск в подвал. Интересно, дверь открыта или нет? Закрыт. Вон, смотрите, какая красота. Тарара-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра-ра. Всё отбито, просто отбито, друзья, арматура торчит. Ну, так оно и останется. Это же крылом, куча грязи. О, классно дверь сделали, Сентина, куда она будет открываться вот она будет открываться и прямо поребрик а это у нас коммерция да что ли но здесь хорошо видна фасадная система вот столько расстояния просто я не знаю для чего это такое расстояние между утеплитель пищу пошли отсюда но и здорово да когда ты заселишься сюда а у тебя вид будет на стройку я считаю что в таких именно проектах нужно все сдавать одновременно обязательно всегда смотрите все проекты застройщика если они есть уже сданные чтобы понимать как сдает застройщик и что будет с вашим домом через энное количество времени я конечно поражен друзья качеством строительства под застройщиком качеством квартир каких-то недоделок большое количество тяп-ляп сделаны работы ну я бы например себе бы не купил бы да и вообще в этом районе не хотел бы жить потому что огромное количество стройки на небольшом участке земли и я кстати не удивлюсь если начнут вырубать юнкловский заказник дальше и строить там дома друзья всегда думайте перед тем как будете выбирать себе квартиры если вы не специалист обращайтесь специалисту потому что когда если у вас болит зуб вы не сами его сверлить и лечите а вы идете к специалисту к стоматологу с недвижимостью друзья аналогично особенно в наше непростое время друзья рад был вас их видеть обязательно поставьте лайк не ставьте дизлайк поделитесь ссылкой на это видео а я с вами как обычно не прощаюсь а говорю до скорой встречи а и и Субтитры подогнал «Симон»